Особое мнение на 101FM Добрый день, вы слушаете программу «Особое мнение». Меня зовут Ксения Казакова. Я приветствую нашего гостя, доцента кафедры истории и политических наук Вятского Государственного Университета, кандидата исторических наук, политолога Дмитрия Ильина. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Ну давайте, радиослушатель, поздравим с Днём Конституции. Святое дело. Ну, секрет Полишинеля, что, думаю, для подавляющего большинства сограждан, это не весь какой праздник. Если вот вы выйдете просто на улицу и просите случайную выборку, там человек на 20, я думаю, сходу вспомнят, какой сегодня день, ну, человека 4-5, думаю, от силы. Ну, о Конституции, да, мы немножко поговорим в конце, если успеем. Вот, сегодня у нас в нашем эфире темы больше федеральные. Есть региональные, но пойдём от общего к частному. И начнём с федеральной истории, с приговора, который был вынесен Егору Жукову. Это молодой человек, студент, студент факультета политологии, высшей школы экономики, блогер, который ведёт свой политический канал. И, собственно говоря, за содержание этого канала суд обвинил его в экстремизме. Ему вынесли приговор три года условно. И после того, как этот приговор, причём этот приговор один из череды, там, ряда дел по московским делам, по московским протестам. Так вот, как только этот приговор был вынесен, сразу в СМИ я увидела мнение ряда экспертов о том, что протест, вернее, не протест, а гражданская политическая активность начинает криминализироваться. То есть, наша власть сегодня пытается наказывать тех, кто эту гражданскую или политическую активность проявляет. То есть, нам, как бы, говорят, быть нелояльным власти опасно. Может быть, вы со мной не согласитесь и расскажите нам. Отчасти, наверное, соглашусь. Но мне интересно, как можно это прокомментировать. Ну, вся эта история с московскими протестами, она, как минимум, неоднозначная. И думаю, тут каждый арест, каждое задержание стоит рассматривать отдельно друг от друга. Где там действительно человек дрался с ОМОНовцами или, по крайней мере, оказывал сопротивление, а где просто прохожего засунули в автозак и определили уголовное дело. Ну, касательно этого молодого человека, я бы сказал, что тут нужно разделять как минимум два компонента. Первый компонент — это, скажем так, политическое измерение, и второй компонент — право, юридическое. Опять же, не буду на 100% говорить с такой абсолютной уверенностью о юридическом измерении, насколько там можно было найти экстремизм и призывы к свержению существующего строя. То, что определили там, по-моему, по 280-ю статью, часть вторую. Ну, потому что вопросы возникают к тому, как это было определено, потому что экспертизу проводил человек, который, собственно говоря, не имеет лингвистического образования. — Вот. Поэтому это, скажем так, сугубо правовое измерение, оно выглядит для меня не самым однозначным. Вот. Тем более, что не скажу, что я был поклонником вот этого канала, мягко говоря, толка там ничего не смотрел, потому что, в общем-то, подобных блогеров, видеоблогеров, аудиоблогеров, недоблогеров у нас в интернет-пространстве десятки, если не сотни. — Дмитрий, ну, смотрите, не обязательно быть там поклонником канала. Дело в том, что этому молодому человеку, он, там, студент, по-моему, четвертого курса, то есть он достаточно молодой. И как сегодня вот этот вот огородить вот этих студентов, там, школьников, которые где-то, может быть, что-то лайкнут, где-то репостят, где-то, может быть, не всегда понимают последствия сказанных, написанных в социальных сетях ими слов, или постов, или снятых видео, как их обезопасить, и, может быть, там, пора уже в школах какой-то предмет вводить для этого. — Ну, я думаю, сейчас большинство учителей-предметников в школах нервно якнули, вот, прослушав это, потому что, опять же, предметов самых разных в школах ввели за последние 25-30 лет новых много. Вот, практического выхлопа от этого стало меньше, чем ожидалось. Вот. Ну, все равно, тут можно обсуждать формы и методы, но я полагаю, что все равно вот молодежь нужно даже не учить просвещать. Просвещать в таком правовом, политическом плане и, скажем так, я бы сказал, учить некой срединной культуре. Вот. — Это что, значит, не высовываться? — Профилактика экстремизма. Срединная культура, назовем так, это целенаправленное стремление не скатываться к крайностям, пусть тебе даже 20 лет, и ты вот полон юношеского максимализма, задора, готов свернуть горы для того, чтобы восстановить там социальную справедливость в отдельно взятой России или во всем мире. — Мне кажется, как раз то, что характерно для большинства подростков, поэтому я, честно говоря, не знаю, как этого избежать. — Скажем так, абсолютно этого избежать нельзя, это как нельзя избежать эпидемии гриппа, но она все равно будет, да? Можно смягчить последствия, но все равно нужно учить этой срединной культуре не бросаться в крайности. Не в том плане, что мне что-то не нравится в законе, ну, пойду помахаюсь с ОМОНовцем. Или, мол, там, условно говоря, Путин нехороший человек, айда на протестный митинг. Вот. Или запишу что-нибудь такое похабное или матерное. Вот. Или просто что-то такое вот разухватское, за которым могут перекопаться. Вот. — Ну, а как их учить? Как им говорить, что вот... — Великий мой могучий русский язык, им можно, даже если ты не согласен с властью или негативно оцениваешь там мэра, президента, губернатора и так далее, выразить это, ну, как минимум, более корректно. Вот. Тут, опять же, не буду проводить сейчас лингвистическую экспертизу материалов молодого человека, вот. Но хотя бы те же пассажи из заголовков, в плане того, что бескровная революция возможна, или как-то ненасильственная, по-моему, вот, ну, уже было за что зацепиться и дальше копать. — Угу. — Уже, кто знает, ну, понятно, тут его еще задерживали именно во время протестов, поэтому оттуда попошло все это. — Ну, это стало, наверное, поводом, да. — Вот, ну, глядишь бы, даже бы заголовок другой был, может быть, еще бы следователи не начали копать именно в этом направлении. — Ну, подождите, можем ли мы сказать, что наша политическая активность, вот, если люди ее проявляют, то это сейчас опасно? Что государство нас сознательно от нее огораживает? Чтобы мы не проявляли свою позицию? — Ну, я полагаю, что сознательное, целенаправленное огораживание от политической активности — это рытье ямы для самого себя со стороны государства. Да, потому что, вроде бы, с одной стороны, у нас власти озабочены низкой явкой на выборы, что мы, кстати, обсуждали вот в этой же студии ни раз и ни два, вот, на муниципальном, региональном уровне, иногда на федеральном. Вот, посмотрим, сколько в 2021 году придет участки на выборы в Госдуму. Вот, а с другой стороны, целенаправленно бить по рукам, там, или по языку, по устам, затыкать рот. Вот, ну, это вещи, которые исключают друг друга. Вот, ну, скажем так, государственный механизм у нас тяжелый неповоротлив, на самом деле. Как бы нас не сводили все к воле одного человека в Кремле. Вот, и, думаю, там внутри этого государственного механизма тоже присутствуют несколько разные оценки и мнения. того, что происходило в той же Москве, и как на это реагировать. Вот, поэтому, думаю, часть вот этих участников госмеханизма действительно считала, что держать и не пущать, и давать по рукам и ногам. Часть, я думаю, склонна подходить более дифференцированно к этой проблеме. Да, и как раз, вот, как я говорил, рассматривать дела, как бы, конкретно каждое задержание, кто что сделал, вот. Потому что, ну, вот, может, немного так увожу в сторону, вот, от этого молодого человека, да, там, бывало, попадали в кадры, когда, ну, назовем так, там, что там, сок или чай, по-моему, проливали на сотрудников Росгвардии. Да, и со словами, там, в определенных ресурсах, ну, что это всего лишь, там, чай или сок, ну, что там этим здоровенным детинам будут, да. И начинают кричать про полицейское государство, что, вот, там, ОМОНовцам ничего не было, а, ну, скажем так, какое-то преследование административное или уголовное идет. Вот, вот, такие меры действительно были, ну, думаю, больше профилактического характера, потому что, вот, допустим, моделируем ситуацию по методу от противного, да, там, пролили сок на этих Росгвардейцев, да, сегодня или, там, в 2019 году, государство не отреагировало, да, и, значит, у кого-то возникнет такая повысится планка допустимого, что сегодня пролили сок, завтра закинут коктейль Молотова, вот, или еще что-нибудь такое, да, во-первых, ОМОНовцы, это тоже, понимаем, многие сейчас засмеются, скажут, ну, это тоже живые люди, это тоже есть своя жизнь, там, семьи, дети, любимые, вот, и, во-вторых, все-таки это представители государства, вот, которые не только, там, по политическим мотивам призваны вязать, там, злостных оппозиционеров, вот, ну, и соблюдать элементарный правопорядок, защищать, там, меня, вас, там, звукорежиссера и прочее, слушателей, там, от натуральных бандитов, грабителей, там, террористов и прочее, да, вот, и, соответственно, если государство не отреагирует на это, ну, то мне страшно лично представить, что будет дальше, вот, другой вопрос, и это уже стоит обсуждать дальше, какова степень жесткости этой реакции, вот, и тут, мне кажется, вот, как раз государство до сих пор у нас толком не может определиться, как именно на это реагировать. Вот, с политологом из вышки, ну, сказал тут такое решение, все-таки гуманное, да, как бы мне по-человечески жалко было парня, потому что, ну, я с такими же ребятами работаю, ну, может быть, не столь там продвинутыми в интеллектуальном плане, или, может быть, прокачанными техническими, чтобы свой канал вести, вот, мне его было жалко, действительно, и я думаю, что, ну, все равно приговор, надеюсь, ему жизнь не сломает, если только он не ударится вот в какую-то полную антисистемщину. Дмитрий, давайте... Что ему это будет определенным уроком, и слава богу, что он остался на свободе. Давайте на перерыв прервемся и продолжим. Особое мнение на 101FM Продолжаем особое мнение. Гость его сегодня политолог Дмитрий Ильин. Мы продолжаем обсуждать дело Егора Жукова. Дмитрий, еще один момент, еще один вопрос по этому приговору. Во время вынесения приговора, получаемого Жуковым образованием, мы помним, что он студент факультета политологии Высшей школы экономики, оно было судом расценено в качестве, ну, такого отягчающего обстоятельства, поскольку, по мнению суда, с учетом полученных знаний, Жуков осознавал всю опасность своих высказываний. Вот это мы как можем прокомментировать? Что сегодня гуманитарное образование, это что, это плохо? Это какое-то обременение? Ну, ни в коем случае не обременение, это, во-первых. Гуманитарное образование – это вещь, которая ценна, актуальна в любой стране, в любой эпоху, при любом политическом строе. Вот. Тут, я думаю, как раз имелось в виду именно политическое образование Егора. Вот. И тут, я думаю, волен с судьей не согласиться, да, потому что, с одной стороны, его учили очень хорошие, грамотные преподаватели. Ну, в Вышке достаточно сильный профессорский состав. Вот. Хотя там, опять же, могут быть специфические личные оценки и мнения той же профессуры. Вот. Но вот как раз тут юношеский максимализм, о котором мы с вами говорили до перерыва, он, вот тут он тут работает все равно объективно. То есть, ну, это вот природа вещей. Что если там человек только-только там разменял третий десяток, там, на четвертом курсе, вот, ему объективно хочется свернуть горы или перевернуть, там, экономику России, российскую политику, там, социальную сферу, культуру и так далее, и так далее. Вот. И вот загораясь такой идеей, тут, ну, действительно, порой можно хватить лишку. Вот, хватить лишку, и, ну, получается своеобразное горе от ума у Егора. Поэтому я не согласен, что это отягчающие обстоятельства какие-то. Ну, он, да, он знал больше, чем среднестатистический современный студент, даже московский, именно в сфере политики. Вот. Ну, вот тут и все равно вмешиваются такие вещи, как элементарный житейский опыт, которого, думаю, не хватало. Давайте мы от московских протестов перейдем к французским протестам. Уже неделю во Франции идут забастовки, массовые забастовки. По одним данным 800 тысяч человек в них участвуют, по другим данным полтора миллиона. Бастуют французы против пенсионной реформы. Там нюансов много, но нас интересует один. Повышение пенсионного возраста на два года, 62 до 64 лет. К протестующим уже присоединяются. То есть там не работают уже школы частично, не работают университеты. С перебоями транспорт общественный ходит, с перебоями работает метро. Присоединяются к протестующим профсоюзы полицейских, присоединяются госслужащие. То есть забастовка носит действительно такой большой массовый характер. У меня вопрос по аналогии с нашей пенсионной реформой, с нашей страной. Почему профсоюзы там так активно себя проявляют? И почему в нашей стране ситуация была, наверное, в корне другая? Потому что никаких, по крайней мере, заявлений достаточно громких, наверное, так сразу не вспомнишь. Если брать только профсоюзы, то ответ на этот вопрос будет достаточно короткий. Потому что у них, во Франции, независимые и на бумаге, и на деле. У нас они независимые только по вывеске. Вот и все. Потому что профсоюзные организации, они периодически защищают интересы наемных работников в каких-то относительно мелких частных делах. А когда дело доходит до чего-то большого, большого дела, тогда вся их независимость куда-то выходит за хлебом и не возвращается. Если брать шире, не только если привязываться к профсоюзам, как некой организующей силе, то тут многое связано с особенностями и политической культуры, французского общества и нашего, и исторического развития. Но если хотите, так упрощенно, у французов некий массовый, организованный снизу протест в крови. Им не впервые противостоять против чего бы то ни было. Когда-то протестовали против Деголя в 68-м году, Красный май. Еще при Деголе, когда он еще был популярен, протестовали против радикалов, которые, скажем так, развернули войну террора, чтобы не отпускать Алжир на свободу, на волю, чтобы не снимать с него статус колонии. Протестовали в 80-е годы, когда правительство Ширака проводило некоторые право-либеральные реформы. Им это не впервой. И, соответственно, там специфическая реакция власти. Какая бы там партия ни была, какой бы президент. Да, у них тоже свои ОМОНовцы, свои дубинки, щиты, водометы, там слезотычивый газ, и кому-то ребра намнут. Там протест намного жестче, чем у нас, мне кажется, проявляется. Да. И, кстати, никто у нас не вещает про то, что во Франции полицейское государство. Так, замечу на секундочку. Французы любят и умеют протестовать. Им дает только повод. И государство, с одной стороны, реагирует. Реагирует в том числе и достаточно жестко, и охранительными, и порой репрессивными мерами. Но вместе с тем их политическая культура, а это ведь не только низы, но и верхи, она позволяет этому протесту в принципе существовать. То есть тут уже настолько сильная традиция у французов, которая корнями ходит в 18 век, в Великую Французскую революцию, что тут я не знаю, что нужно сделать именно во Франции, чтобы вот эту, так сказать, протестную традицию убрать, задушить, свести ее к какому-то гавканью в интернет-пространстве или каким-то местечковым пикетом. Ну, мы можем предположить, что в России люди так же массово скажут государству, нет, мы вот этих изменений нам не надо, вот не хотим. Просто была уже пенсионная реформа, которая вот казалась уже вот эта последняя капля, но она прошла достаточно мирно, достаточно тихо. Ну, я с трудом представляю ситуацию, когда у нас будет что-то похожее на французские события. Ну, единственное, если так попробовать помоделировать, у нас есть перед глазами, ну, по крайней мере, есть определенные знания там о тех же 90-х годах, когда у нас там бюджетникам, пенсионерам там не платили по 3-4-5 месяцев, и люди тоже выходили на улицу, тоже протестовали, но вот такого побоища, как в той же Франции, мы, как правило, не наблюдали. Давайте заметим, что мы и не хотим такого побоища. Естественно, естественно. Вот, то есть, думаю, в таком общественном сознании, современном российском, вот 90-е, как в 90-е, по большинству социально-экономических параметров, это вот некий ориентир того, как плохо и как не надо. Вот, то есть, можно смоделировать, что что-то по французскому варианту, по французскому сценарию пойдет, если станет еще хуже, чем в 90-е, с пенсиями, зарплатами, там, порядком, функционированием государственных структур, правоохранительных органов. Ведь в те же 90-е годы, там, зарплату и милиционерам не платили порой по три месяца, по крайней мере, кто на милиции общественной безопасности был. То есть, вот, должно быть тогда хуже еще, чем в 90-е, вот, либо мы должны учитывать еще тот фактор, что все равно население, его уровень притязания, амбиции и спроса со властью, он все равно меняется со сменой поколений. То есть, все-таки, вот, это поколение Егора из высшей школы экономики, вот, оно более требовательно, априори, к власти, к государству, чем поколение их отцов. Вот, поэтому, наверное, вот, сценарий, как французский, это дальнейшая смена поколений, смена неких ценностей, поведенческих стандартов, и плюс вот какой-то социально-экономический коллапс, как в 90-е. Ну, смотрите, когда я готовилась к эфиру, нашла информацию, что пытались уже французы, по-моему, в 2010 году уже провести вот эту пенсионную реформу, тогда массовые акции протеста, собственно говоря, помогли эту реформу откатить, тогда ее отменили. Если мы применим эту ситуацию, там, на Кировской области, например, предположим, что люди так же массово, так же активно будут протестовать против объектов Марадыкова, это может чисто гипотетически откатить вот это решение федерального правительства? Хоть что-то вообще способно это решение изменить? Ну, если в французском стиле, скажем так, и самое сложное реализуемое, вот, где-нибудь не тут, вот в районе Серого дома, а еще в районе Краснопреснецкой набережной в Москве, так, чтобы вот тысяч, там, 20, 30, 40, 50, это сложно реализуемое самое, да, поэтому тут... То есть сложно, но возможно. Ну, шансы, знаете, процентов 5, на мой взгляд. Понятно. К другой теме предлагаю перейти. Агентство по культурно-социальным исследованиям общества при поддержке российско-патриотического общественного движения суть времени провело масштабное исследование. Было опрошено больше 86 тысяч жителей крупных городов. Исследование проводилось в течение полугода. В декабре были результаты озвучены. Один из вопросов звучал так. При какой власти вы хотели бы жить? Там разные варианты ответов. По-разному люди отвечали в зависимости от их социального слоя. Но если все это просуммировать, то данные получились следующие. 42% опрошенных хотели жить при социализме, при демократии хотели жить 34%, и при капитализме всего 5% опрошенных. Как мы это можем прокомментировать? Ну, во-первых, очень интересно сразу сочетание по вариантам демократии, капитализма и социализма. Скажем так, скрестили ежа и ужа и получили 5 метров колючей проволоки. Вот, по-моему, из этой оперы. Я сразу замечу, что, скажем так, ключик от Ларчика, он буквально в самом начале у вас прозвучал. Вот, и Аксио, как я понимаю, и информационное агентство Орегонум, и некоторые другие масс-медиа, вот, очень тесно связаны с сутью времени и с Сергеем Кургиняном. Вот. Ну, которое, как известно, назовем такое специфическое, но все-таки левое движение. Левое движение, и вот, когда я слышу такие результаты, не хочу сказать, что они полностью не имеют ничего общего с реальностью, вот, но когда я слышу вот такие результаты, такие процентовки, и вот такой выбор вариантов, вот, ну, скажем так, сразу напрашивается мысль о неком таком заказном характере. Вот, такого исследования, вот, не знаю, насчет 86 тысяч, вот, ну, вот, насколько правда или нет, но есть такое чувство, что тут своеобразная была выборка, да, потому что всегда, когда мы говорим о любом социсследовании и его результатах, фундаментальный вопрос, кто, как, по каким критериям делал выборку, вот. И, ну, что-то мне подсказывало, что, во-первых, возможно, не 80, там, с хвостиком тысяча поменьше, и, во-вторых, опять же, опрос среди тех, преимущественно среди тех, кто, ну, скажем так, сочувствует, как минимум, левой идее, и, в частности, Кургиняну и сути времени. Да, то есть, я уже говорил в перерыве, это вот примерно то же самое, что на каком-нибудь там интернет-сайте, ну, там, не знаю, там, какого-нибудь там, РИА-новости, это проводить опрос, а пользуетесь ли вы интернетом? И там дальше вариант еще газеты, радио, там, телевидение и прочее. Ну, понятно, что интернет будет 100%. Ну, или там какие-нибудь шутники... Будут отвечать, нет. Да, будут отвечать, нет. Вот, поэтому, ну, я уже, в принципе, тоже на одной из наших встреч говорил, что тут такой, как бы, тренд нашего общественного сознания, да, это определенная ностальгия по СССР и по советским временам. Вот, причем такая ностальгия своеобразная, которая затрагивает еще и... Которая молодеет. Молодежь, да, которая, собственно, толком не знает, как оно тогда было, да. Вот, да, тут есть такая шутка, шутка, опять же, в интернет-пространстве, да. Чем моложе блогер, тем лучше жилось при Сталине. Дмитрий, я предлагаю прерваться на рекламу и продолжим эту тему. Особое мнение на 101FM Продолжаем наш разговор с Дмитрием Ильиным. Мы заговорили до перерыва о том, почему у нас возникает ностальгия по Советскому Союзу, почему этот запрос молодеет, почему же? Ну, комплексные причины. Вот, ну, поясню. А ностальгирует у нас народ, допустим, не по КПСС, не по политическим практикам СССР, не там по партноменклатуре, которая частично перекочевала в нынешнюю российскую элиту. Вот, ностальгируют по, во-первых, социальной защищенности, по чувству уверенности, в том числе в завтрашнем дне, вот, и, пожалуй, по большим победам. Причем таким хорошим, искренним, неподдельным, да. Ностальгируют по Гагарину в космосе, который первый, по первому спутнику, там, по, не знаю, там, по фигуристам, которые под калинку-малинку, там, в 70-каком, уж не помню, году, вот, оторвали весь зал и завоевывали золотые олимпийские медали. А сейчас у нас, ну, скажем так, допинговый ужас. Вот, вот поэтому ностальгируют. И, понятно, что, скажем так, механизмы этой ностальгии, они разные, да. Одно дело, там, люди, там, допустим, 60 лет, ну, там просто уже срабатывают жизненный механизм, что вот тогда, там, 30-40 лет назад... Ну, которые жили при Советском Союзе, которые знают... Было и небо голубей, и трава зеленее, и мороженое слаще. Вот. А вот молодежь, да, школьная, студенческая, там уже постстуденческая, она ностальгирует вот и по большим победам, и особенно по чувству социальной защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Вот. Ностальгирует. Понятно. Давайте к региональной теме перейдем. Портал Ньюслер передает, что Кировская городская дума объявила лот на выполнение работ по размещению информации о деятельности думы в социальных сетях. Сумма лота более миллиона рублей. Потратить ее планируется до конца июня 2020 года. Я так понимаю, что, вероятно, вероятнее всего вся эта история связана, может быть, прямо или косвенно, с выборами 2021 года. Сумма, еще раз повторюсь, большая, особенно если мы будем сравнивать эту историю с ценами в традиционных СМИ. То есть, соответственно, количество постов, которые можно купить на эту сумму, оно огромное. Вопрос, как на это отреагируют люди, и не будет ли у них усталости, там, не знаю, к этому уже июня 2020 года, от количества депутатов в социальных сетях, от количества этой информации? Ну, по живому виду, только практика показывает, мы, опять же, можем только помоделировать, спрогнозировать. Действительно, цифры звучат немного угрожающе. Ну, потому что, мне кажется, что здесь же добавится еще ЗАГСобрание, у нас же есть еще правительство, которое, наверное, тоже захотят там присутствовать. Вот. Звучит немного угрожающе, вот именно в количестве, и еще вдобавок не очень понятно, что будет с качеством. Что будет с качеством. С качеством предоставляем информацию. Да. Как бы форма, подача, экспрессия. Тоже, даже когда, скажем так, рекламируется некий официоз, типа Гордум или ЗАГСобрание, тут тоже можно сделать по-разному очень. Вот. Поэтому, знаете, ну, если так все-таки сравнивать с родственниками, коммерческая реклама, бывает ведь такая, что, ну, вот, прошла и забыл, да, бывает такая, что хочется аплодировать стоя. Вот. Из-за каких-то креативных находок и ходов, сравнений, вот, которые цепляют, вместе с тем не вызывают, ну, отторжения, и там не нарушают какие-то нормы права и морали. Вот. Вот. Что-то мне подсказывает, что вот чего-то выдающегося, даже за эти деньги, наши... Мы не увидим. ...избранники не получат. Вот. Будут от ошибиться. Люди-то от этого устанут. Вот. Люди, ну, смотрите, если мы говорим о соцсетях, да, ну, не любо, не слушай, отпишись от этого паблика, вскрой в ленте новостей. Вот и вопрос, не уйдут ли люди тогда из социальных сетей? Потому что там заявлены определенные требования. Там количество подписчиков, допустим, от пяти тысяч, там в некоторых пабликах от пятидесяти тысяч. То есть не будет ли отток там из социальных сетей, люди отпишутся от всех пабликов, а зачем тогда все это нужно делать? Хороший вопрос. Ну, глобально эта цель уже озвучена, да, все, что у нас происходит и будет происходить, имеет привязку к 21-му году Госдумы, а через нее еще и к 24-му президентски. Вот. Ну, скажем так, ведущая эффективность вот этой информационной кампании, ну, вызывает некоторый вопрос, да, и, возможно, какие-то информационные ресурсы еще там пять раз подумают, прежде чем на такое подпишутся, хотя, конечно, цифры действительно поражают. Материального поощрения, ну, скажем так, заставляют задуматься. Вот. Ну, вот, думаю, в итоге тут многое будет зависеть от качества контента. Качество контента, вот, ну, опять же, есть у меня такое чувство, что когда техзадания формировали, ну, вот, как-то, видимо, собственно, с Мишниками консультировались, мало ли, не консультировались. Ну, смотрите, вся эта история про социальные сети, это, в принципе, про рекламу, да, про политическую рекламу, про ярких политиков, потому что яркий политик, он, наверное, в рекламе не нуждается, он сам себе реклама. И таким ярким политиком, как мне кажется, был ушедший позавчера Юрий Лыжков, бывший мэр Москвы. Он Москву возглавлял 18 лет, и с его уходом в 2010 году с поста столичного городоначальника складывается ощущение, что закончилась такая, ну, эпоха, эпоха ярких политиков, потому что сейчас мы все чаще, все больше видим людей совсем других. Вот это требование системы, и это требование времени, или это вот сама система, она их не пускает наверх, вот этих ярких политиков, и, ну, они вынуждены, видимо, где-то в другом месте себя проявлять. Ну, я думаю, отчасти. Действительно, тут много символизма, не только я, многие увидели вот в окончании Юрия Михайловича, но замечу, что, грубо говоря, не он первый, не он последний, да, если посмотреть, сколько символов эпохи, там, 90-х, начало 2000-х, ушло за последние годы, да, ведь, собственно, вот как умер Ельцин в 2007-м, и так вот дальше, друг за дружечкой, да, то есть вот из той эпохи, грубо говоря, жив только Анатолий Борисович, который, который Чубайс, вот, самая, наверное, неоднозначная фигура из той эпохи, из живых, вот. Ну, по поводу ярких личностей, я думаю, тут даже не только, не столько система, сколько сама эпоха, дух этой эпохи, да, потому что вот все эти персонажи, часть уже ушедшая в мир иной, вот они, ну, скажем так, вот вышли на передний план, вот, времена действительно лихие и неспокойные, начиная с самого Ельцина, ну, включая того же Лужкова, Черномырдина, того же Чубайса, и многих других, вот, скажем так, вот жизнь заставляла быть яркими, нестандартными, ну. Не, ну, если ты не можешь быть ярким и нестандартным, как тебя жизнь заставит? Мне кажется, это свойство личности. Ну, я думаю, тут, скажем так, сочетание того и другого, да, потому что в той же политологии... Тем более не было социальных сетей, очень сложно было быть популярным, а их знала вся страна. Ну, тогда успешно соцсети заменяла телевидение, да, или телевизор смотрел каждый первый, от мала до велика. Ну, тут понятно, что если ты человек по жизни, скажем так, серый, да, посредственный, ничем не выделяющийся, тут, конечно, и эпоха не сыграет, исторические условия не сыграют. Ну, сыграл... Тут воедино сходилось многое, да, и исторический контекст, и, назовем так, некие требования, которые обращались к лидерам в тот момент, потому что, опять же, на фоне такой достаточно серой партноменклатуры, которую составляла элиту, да, вот такие вот партократы позднего Брежнева, была потребность определенная, была определенная потребность в ярких личностях, ярких персонажах, вот, и эти персонажи находились, и они вписывались вот в ту парадигму и в ту систему. Нам сейчас ждать стоит? Ну, сейчас, назовем так, откатная волна действительно таких, действительно ярких персонажей, вот, из всего яркого, знаете, сразу вспоминается, почему-то, вот, знаменитая путинская террористов будем мочить и в сортире, из действительно яркого. А дальше, вот, уже как-то, вот, все сплошь властная вертикаль, когда еще и горизонтали немного хочется, вот. Вот, так что, сейчас какая-то откатная волна, ну, как я всегда говорю и студентам, история развивается по спирали, то есть, все равно какие-то вещи, явления, условия повторяются, но не один в один, а на каком-то принципиально ином уровне, более высоком или, может быть, более низком. То, что, ну, возможно, будем верить, что будут еще у нас такие яркие персонажи, или, может быть, имеющиеся как-то вдруг расцветут новыми красками, кто же их знает-то, тут каждому в душу не залезет. Дмитрий, давайте на этом мы будем заканчивать, у нас программа подходит к концу, в нашей студии был доцент кафедры истории и политических наук Вятского государственного университета, кандидат исторических наук, политолог Дмитрий Лин. Дмитрий, спасибо. Вам спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM